В районной администрации прошло расширенное заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства. Славянским предпринимателям рассказали, какую информационную и практическую поддержку они могут получить для развития своего бизнеса. Бесплатные консультации и помощь при составлении бизнес-планов, патентованию продукции, лицензированию, составлению договоров, исковых заявлений и многое другое. Представители бизнеса, а также те, кто только собирается открыть свое дело, могут получить в Славянской торгово-промышленной палате. То есть человек, который хочет заниматься бизнесом, он должен знать, как существует анализ рынка в Славянском районе, чем можно там, или что-то надо произвести, или чем можно торговать, чтобы не попасть в угольное правило. Составляем бизнес-планы, рассказываем ситуацию в городе и в районе, отвечаем на те вопросы, которые для него сегодня, допустим, новые. Но и есть люди, которые вынуждены перепрофилироваться к печенью, потому что в связи с открытием сетевых магазинов, очень многие магазины закрываются, занимаются чем-то, не знают. В общем, приходят, консультируют по всем вопросам маркетинга. Кроме торгово-промышленной палаты, всю необходимую информацию можно найти на специальном интернет-сайте «Бизнес-навигатор». Система была запущена в 2016 году. Ресурс создан, чтобы обеспечить дополнительными сведениями граждан, желающих заняться предпринимательской деятельностью или расширить свой бизнес, а также рассказать о дополнительных мерах поддержки в этой сфере. На портале можно найти более 300 типовых бизнес-планов, основанных на реальной практике, просчитать возможные риски и получить пошаговую инструкцию по открытию своего дела. По итогам 2018 года число граждан, которые намерены открыть свой бизнес с использованием «Бизнес-навигатора», составит более полумиллиона человек. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, открывших или развивающих бизнес с помощью сервисов «Бизнес-навигатора» не менее 280 тысяч. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Александра Тимовская, программа «События».